Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface! 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 Ой, лучше бы ты не видела, сколько я денег трачу своим зрением, было бы вообще замечательно! Так, смотри! О! Это карточки опять, нет? Кстати, я сейчас деньги не тратил, это из кредитов внутриигровых перевелось, сейчас деньги я не закинул. Вау, муха бесит! Килл Тек, Килл Кей Севен, ну тоже как бы не знаю. Кто-то говорит, что им очень везет с этой штукой, кто-то нет. То есть это пока под вопросом, насколько это лучше или хуже тех же коробок или игромаркета. Интересно, а долго ли это? Ну пока что вот, даже судя по тому, что карточки здесь нормально падают, получается первое место по прибыли пока что у меня остается. Ну то есть реально что-то выбить. Это конечно же обычные коробки удачи в игре. Второе место уже это, уже это занимает. И третье место только игромаркет, который ну не такой успешный. Но посмотрим, что будет дальше. Да. Итак. Вообще какая-то новинка должна что-то хорошее падать. Да что блин, Томпсон одни падают. Хотя, с другой стороны, мы открыли 5 кейсов, вот этих, да? 5 этих, сука, рулеток. И я уже 20 карточек Тайфуна получил. Коробка SV98, одна штука. Ну в принципе ничего. Тут короче коробки удачи падают, тут еще там всякое падает. А, а я думаю... Мы кстати потом игру запустим и откроем все это дело. Будет вообще неплохо, наверное, да? Если много коробок упадет, если одна, все выпадет. Один день. Ну, что-то не густо. Не густо, прямо скажем. Пока вообще не густо. Блин, а хорошо, что я 60 купил. Я думаю, сто полчаса открывали, серьезно. Очень не хватает, чтобы показывало, как там лента или сбоку, хорошее, что тебе уже выпало. А, да смысл? Они все равно могут одно и то же 10 раз падать. Он в нем, Тайфун, карточки в сколько раз уже упали. Чтобы конечный итог видеть, понимаешь? Тайп 89, хова, одна штука. Ну, это коробка. Да вряд ли, конечно, со мной в коробке ты что-то выбьешь. Вот если коробок 10 есть, уже какой-то шанс имеется. Вот. Блин, ты рано начал. Надо сделать паузу. Ты можешь сделать паузу? Зачем? Где-то в коробке сосиску видела. Очень надо. Сосиска, она не в коробке. Сосиска, она в нижнем левом ящике моем. А нафига тебе сосиска? Опять водят. Я же должна это символично показать. Ну, не надо какие-то стойки. Ну, за долбало, что-то уходит. Мне пенисуэлы этой прям так, жик-жик-жик постоянно. Я заплату. Ребята, пишите, кто из вас что-нибудь выпил из этой вот фигни. Анимация прикольная, но долгое. Ну, как бы, я же говорю, что я хорошо, что я штук не купил. Сейчас бы реально, кто хотел до конца посмотреть, он бы тут полчаса сидел. В принципе, и так, наверное, минут на 10 выйдет, я думаю. По-любому. Ну, потому что это не так быстро. Вот. Ну, с тех коробок, иначе... А, итак, это временная фигня. Да, это временная. Брэн на один день. Ну, опять же, та же фигня, как всегда. То есть, пенисуэлы по губам на один день все выпадает, в основном. Единственные карточки пока разные. Вы можете исключить неинтересную награду, используя... Подожди, я Ронина всегда выбил. Это Ронина всегда, деточка, да? Да, присылай. Нет, не гам. Кэп. А я ни разу. Да не собирался я тебя целовать, пошел ты, Джон. Нормально, ребят, смотри. Микро-Ронина на один день. Слушай, акция-то прикольная. Вот бы на постоянку такое было. Если реально так оно выпадает, это вообще круто. По сути, это реально круто. А что значит, вы можете исключить неинтересную награду, используя специальные очки? Что это значит? Не знаю, тут как-то можно исключить, видать, неинтересные награды. Да пусть падает все, что мне еще? Еще больше бабок. Ну, подожди, специальные очки, это надо бабки. Вот, очки-исключение, видишь? Это же надо бабулясы тратить опять. Да нафиг оно мне усралось. Я не согласен с этим вообще никак. Не знаю, не знаю. А я знаю. Да блин, я уже купил. Микро-Ронина, извини меня. Это временное оружие. Ой, я уже начала разбираться. Не, получается, это первое место. Первое место вот это, второе коробки по степени нагиба и третье, только игромаркет. Потому что... Это коробки удачи тебе опять выпадут. Ну да, понимаешь, поэтому оно и временное. Потому что это более-менее жирное, как я понимаю. Ну пока что вообще хорошо. Временное оружие опять. Ну да, это так себе. Меня вообще обрадовало. Я не ожидал, что у меня Ронни выпадет навсегда. Естественно, я думаю, как всегда будет, вообще ничего не выпадет. Но пока что... Временное. Временное, да. Это нагиб, к сожалению. Интересно, а какой шанс, какой процент? Не знаю, но пока прикольные вещи, если честно. Ну нормальная, да, такая. Мне тоже нравится. Ну это карточки. Давай. Во! 27 другое дело, 10 штук. Это намного интереснее. Когда ты мне отдашься? Потому что тайфун это... А ты будешь крутить, что ли? Нет, я пришла сюда просто поболеть за тебя. Да ты еще и другие наличники. Да ты что вообще возбухаешь, Кэп? Ты вообще идти не хотел. Кроликов там своих разводят. На, крути, дорогая. Давай Кэп сначала. Нет, ты будешь крутить. Ну ладно, давайте я. Ты первая начала эту тему, ты вот эта, как что-то женщина подожгла. Он бы как-то молчал, он бы смотрел, как я крутил. Коробочка удачи. Да. Блин, вот киллтек. Реально, наверное, большинство людей увидят коробку с киллтеком и будут радоваться. У меня обычный киллтек, у меня золотой киллтек. Не надо. Я бы сказал, что я Чапу хочу, но честно, я уже Чапу не хочу. Во время имента с мясорубками я набил Чапу полностью. Вообще просто за два дня у меня она полностью на 10 тысяч набита. Поэтому как-то уже и Чапу поднадоело. Даже дело не в этом. Я мапы с Тайпой, я набил не знаю сколько. Я на двух серверах набил полностью Тайп 97. И на двух серверах я полностью набил, по-моему, коронный Тайп 97. И при этом он мне не надоел. Но одно дело, когда ты оружие постепенно набиваешь, а другое дело, когда ты с Чапой двое суток почти не спишь еле-еле. И хренача что-то. Не, ну я спал на самом деле, я на часу 10 я поспал, да. Но все время ты почти от компании отходишь, а потом как-то тебе уже не хочешь с этим оружием играть, там кроме РМ какой-нибудь. Давай. У меня карточки. Ну, и СРСи Кью Би Кастом, кстати, классная пушка. Она мне реально нравится. Мне она реально нравится, она офигенная. Мне, блин, я же этот, вывиньте, Гильбоа Снэйк выбил, Бильбоа. До сих пор с ним толком не играл. Ни разу, по-моему, не сыграл. Все, сука, времени нету. Либо желание. Да. Где на самом деле есть желание играть? Все руки не доходят. Надо было сталкер сделать. Я реально, я практически сейчас не играю в Warways. Я зашел немножко, поиграл, наверное, один вечер в мясорубке. Ну, чтобы попробовать, как оно играется с краснодарским пингом. На самом деле, нормально. У меня тогда еще пинг даже повыше был, ключ 6. Как я выяснил, я тут немножко еще поднастроился, у меня сейчас пинг 25. Вот, от пинг 25 задержек там нету. То есть, нет такого, что там прицелы поздно появляются. Ну, так, очень редко. Поэтому особой разницы с Москвой я не чувствую. Мне комфортно играть. Я хочу играть, но у меня времени нету. То видос надо делать, то комоды собирать, то еще что-нибудь. То шашлычок жарить. Шашлычок, да, кстати. Шашлычок же я еще жарю, да. Вот, ну, судя по всему, либо сегодня, либо завтра я полностью разделаюсь с комодами. Точнее, со шкафами. Теперь самые вот шкафы осталось. Шкафы, кстати, самые легкие. По сути, там инструкцию читаешь, там шкафы нефиг собирать. После комодов, это реально, это вообще фигня полная. Особенно после вот этой вот, брюга, да, или как она? Бригла. Бригла, вот это у меня. Комод из Икеи, Бригла называется. Красивый такой, серый. Потом как-нибудь рум-тур сделаю. Но рум-тур это не раньше, чем через месяц, потому что мне еще должна акустика прийти. Я тут все красиво так оформлю. Может, еще один потом шкафчик куплю, но это посмотрим. И вот тогда реально я сделаю рум-тур. И вам понравится, скажите, офигенно. Да нет, на самом деле, у меня скромно все. Сколько стоит одна кору, одна попытка? Сколько-то там кредитов? А, шикарный ответ. Да я не помню, сколько стоит. Ну, блин, так оно, плюс-минус, короче. Да, не, недорого, недорого. Ну, то есть, в принципе, если я куплю себе крем для лица, и ты спросишь, сколько стоит, я скажу, несколько рублей. Я не буду даже уточнять. Да нет, ну, она, понимаешь. Я поняла, да. Да ладно, что ты начинаешь? Да нормальная все эта тема. Все это... Сумочку новую купила, да, купила. Что, дорогая? Да нет, несколько рублей. Да, сумочка-то она, понимаешь, сумочка она такая. Ты сумочку поносишь пару месяцев, потом он хочу другую сумочку. У тебя с этим, блин, то же самое. Ты только выбил ванну. Да, ну, ну, сумочка-то, сумочка полежала год-два. Сумочка такая уже пожахлая вся, такая уже не сок. А пушка-то сочная стоит. А пушка вообще лежит на складе, уже все... Так она на складе новенькая, ма, в масле просто. Она в оружейном масле, ма, на складе, сочная. Ты выбила, я нет, так честно, сейчас-ка, поставите 15 кэппо отдам. 15 кэппо? Да. Нежирно, нормально. Ну... 15 коробок, жалко. Да я ж не спорю, что ты начинаешь, я не спорю, нормально, да. Я просто думал, что как бы с кэппо несправедливый. Ты жопа думал, что вообще один крутит будет. Сука, ну вообще да. Да ладно, забей, ты кэпп, все нормально. Так, давай, дорогая. Я самый неудачный человек в этих коробках просто. Да почему неудачный? Ты выбивал же когда-то там что-то. Давай. Что-то один в твоей жизни вообще, что происходит? Самый удачный у нас реально кэпп, я не знаю почему, но он сколько монстр в этом деле. Ну и только временные кукушки эти. Все, кэп, отдай. Да, 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 давай. Эх, кепчанский, братишка, ты веришь в него? Я? Да. Кэппо да. Ну вот, заяц, ты в него веришь, сука. Он на временку все убивает. Давай, 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 кэппчик родненький, пожалуйста. Блин, ну кэппу хотя бы вообще пушки только падают, забавно. Ну блин, и карточки, и все такое. Ну, знаешь, он не падает, потом как жахнет, короче, ему чуть-чуть навсегда попадает. Это же кэпп, он сверхвезучий обычно. Вон коробки пошли на М17. В принципе, нафиг не нужны. Я думаю, мы сейчас еще зайдем в игру, наверное, я сейчас быстренько все переведу. И открою все коробки, которые у меня там будут. Но это будет неплохая идея, это будет справедливо, чтобы вы видели, из них что-то упадет. Конечно, из них ничего не упадет. Я думаю, каждый понимает это. Но, тем не менее. Не, ну на самом деле, вот по совести. Вот впервые могу сказать, что Лохотрон как бы, ну, плюс-минус себя купил. Человеческий такой, человеческий. Человеческий, потому что тут и коробки нападали, и карточки нападали. Ирония выбил. Это редкий случай. Именно поэтому это вредные акции. Обычно я ругаю и игромаркет, и коробки ругаю внутри игровые эти варбоксы. Я все ругаю. Здесь, ну, честно, не могу поругать. Пока не могу. Ну, это нормально. Вот эта тема нормальная акция. Видать, мылу настолько нужны деньги, что как бы они уже и раздаются. Детей пора в школу собирать, что ты хочешь? Между прочим, ты говоришь, что детей в школу собирать. А осень, это самое, как ни странно, вот, особенно сентябрь и октябрь, это самая такая прям бум в игровой индустрии. Хотя и осень, там, детей в школу. Да не только же дети играют, взрослые тоже играют многие. Я понимаю, я про то, что разработчиков. У меня вообще подписчики есть, петербургеры. Детей надо собирать в школу. Это, между прочим, очень недешевое удовольствие. Ну. Ну, ну, вот. И что? Ввели новую фигню. Типа люди вот так детей в школу собирают? Ты далёк, в общем, от понятия истины. Не знаю. Ну, знаешь, вот то я хочу сказать, эх, херня, обманули. Да вроде и не обманули, коробку дали. Хрен его знает. В общем, ну, пока что, честно, меня эта акция не расстраивает. Меня не бомбит, как тебе игромаркет, кручу, как тебе коробки в игре, кручу, там, она нихрена не падает. Мне нравится анимация. А я тебе сразу скажу, что анимация красивая. Она офигенная. Анимация вообще топовая. Анимация реально красивая, ну, ты прямо вообще ничего не скажешь. Короче, получается, 60 кейсов, наубивал карточек, ну, в принципе, так, ничего. И я выбил навсегда, именно я выбил, я. Ой, 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 ой. Давай-ка, пожалуйста. Да, как ни твой день тоже, всё нормально. Мы ещё закинем. Нет, больше не будем, да. Желаю. Не, нормально. Ну, чё, 60 кейсов, микророни навсегда. Теперь, друзья, давайте зайдём в игру и посмотрим, что у нас там, да. Итак, вот оно, счастье наше. Вот. Коробка с SV98. Ну, она, по-моему, кстати, всего одна у меня, да. Так, Барретт. Блин, нихрена. Да не, подожди, я думал, она одна, нифига, их только 3, 4, 5, 6, 7. Ты не помнишь, сколько я переводил? Блин, а вдруг, правда, что-то выпадет? Хотела. В принципе, вот что мне нужно из того, что... У меня же весь донат есть, по сути. То есть, по идее, у меня есть всё вообще. Блин, надо было на Браво переводить коробки, у меня там доната нет. Кстати, Ронни я на Браво перевёл. Буду рачков гнуть. У меня там баланс такой хороший. Ха-ха-ха-ха, да. У меня там маслочизация полная идёт. Вообще, надо будет потом на Браво потихонечку позакидывать себе. Там прикольно, так знаешь, после тяжёлых каток, тяжёлых ромов, зашёл пукан остудить. Ромбишечки, маслята, мозголом. Душевно побегал прям, поставил мозголом. Там добавить за вечер можно десяток мозголом поставить, не напрягаясь, подчёркиваю, не напрягаясь. Мозголом в 10, а то и в 15. Я помню, что-то за 3 дня или 4, я прям так решил на Браво позадротить, мозголом понабивать отдельно. Мне захотелось, с тайпом. Я поставил, по-моему, 50 мозголом за 2-3 дня там, сука, буквально. Вообще, душевно, обожаю этот сервер, он мой родной. Я говорю, у меня там баланс, я там не играл ни ремы толком, ничего, в основном только мясо. И меня там игра считает ромбом, короче, к нему кидает. Всё нормально. А на альфа уже нет, на альфа у меня тут всякие 3310, там начинается инроваться. Ну, в принципе, ничего, я их тоже часто обыгрываю, первое место занимаю. Но тут как бы потеть надо, понимаешь? А когда ты не потеешь, оно как бы и приятнее. Ладно, меньше бла-бла. Итак, твой итог по этой ссылке. Мне итог, ну, как бы, однозначно, нечего сказать, но пока что по профиту, это однозначно лучше, чем игромаркет, многократно лучше, чем игромаркет, многократно, Мэл, многократно лучше, чем игромаркет. Просто вот учтите, вам надо сделать определенные выводы. Многократно лучше, чем игромаркет. Давай еще раз, до десяточки доведи, короче, посол, многократно. Ты посчитала? Нет. Многократно лучше, чем игромаркет. Будем считать, что теперь 10, всё. Вот, и коробки удачи, не знаю. В общем-то, да, из коробки удачи ты можешь получить заведомо то, что тебе нужно. Здесь микророни выпал, хотя с небольшой по идее суммы, сколько там было? 3000 кредитов. Ну, сейчас в последнее время с коробки не выбьешь. Я не могу выбить за 3000 кредитов, но некоторые из 5 коробок выбывают, да. Вот, так что коробки, наверное, с точки зрения выбить что-то определенное, конечно, лучше. С точки зрения второстепенных призов здесь намного лучше. Призов. Призов, да, намного лучше, намного. Здесь второстепенные призы эти все, они офигенные. Перед вами уникальный пример человека, который готов вот языком чесать настолько долго, чтобы потом было видно и не собирать шкафы. Я подвожу точки над и все линии, как бы, все. Короче, намного лучше в плане второстепенных призов. Намного лучше. Вот просто вот небо и земля. Многократно. Многократно. Намного лучше, мэр, намного. В общем, такие дела. В целом, мне эта отцепа нравилась. Надеюсь, что она потом снова будет появляться. Она прикольная. Тут, если не выбил какую-нибудь там пушку навсегда, тебе карточек до жопы нападает. 50, 60, 70 штук. Вот. Коробки еще какие-то упадут, еще что-то там. По губам проведут. Все как положено. Так или иначе, сегодня с вами был Морти Тракутагин. Госпожа Очевидность. Желаю всем удачи. Как минимум, вы насладитесь анимацией, а как максимум, еще и выбьете пушку. Капитан Очевидность. А еще лучше не тратить деньги. Красавчик. И если вы уяснили всю суть, что куда, в чем смысл здесь был, ну, понимаете, да, деньги лучше держать в кармане, то ставьте лайки, пожелания, яйки чешите. Это обязательно. Деньцо почесал, и вот этот кубик-рубик, сука, всегда будет оружием, навсегда выкидывайте карточки. Да, вступайте в нашу армию, навиб, как там оно? Нагибайте всех. Нет, я по-другому хотел сказать. Да, ладно. Нас пляшивайте, не знаю, что ты не убедил. Нагибайте всех, и мы увидимся с вами в зоне.